Всем привет! У меня сегодня новое видео, и я хотела бы продолжать рассказывать о тех ароматах, которые сняли, но которые еще есть в продаже. Их можно еще купить не на официальном сайте, а на сайтах, на которых продают в парфюмере. Сегодня я расскажу вам об аромате Kinzo. Это второй аромат из этой линейки, который у меня есть. Это Kinzo Yuzu. Вот так он выглядит. Так эта коробка выглядит. И, к сожалению, вот коробка вот такая, знаете, которая открывается полностью. Мне такая коробка не нравится. Та, которая коробочка у меня у Камелии, она нормальная. Обычно открывается вот так гораздо удобнее. Сам же флакон абсолютно идентичный Камелии, но только желтого цвета. И вот так он выглядит. Я сейчас прочитаю, какие же здесь есть ноты. Итак, здесь есть зеленые ноты, цитрусы, грейпфрут, юзу, цветочные ноты, фруктовые ноты, мускус. В общем, всего понемногу. Я сейчас нанесу этот аромат еще раз себе на руку. Вообще в этой коллекции шесть ароматов. И у меня есть три. К сожалению, я не смогла купить зеленый чай, сою и магнолию. Ну, магнолия и соя для меня это не очень интересные ароматы. Но вот зеленый чай, конечно, хотелось бы купить. И я вот перед тем, как делать это видео, я смотрела на сайтах. И там есть эти ароматы, но, к сожалению, в тестерах. В тестерах я видела. Я тестеры сама никогда не покупала, потому что... Я не знаю, я не имею ничего против, но как-то не знаю, как-то не приходилось. И примерный цен, ну, где-то от 35 до 60 евро за 50 миллилитров. Сразу же на ум приходит аромат вот этот вот, Элизабет Арден Юзу. Я сейчас его нанесу на вторую руку, и мы сравним. Но я хочу сказать сразу одну вещь. И это важно, что эти два аромата, они все-таки... Они все-таки разные. Они похожи, конечно же, они похожи. Вот. И вот это зеленый чай Юзу, это вот водичка Юзу. Чем они похожи? Своими цитрусовыми нотами. Я, к сожалению, не могу понять, это Юзу или это не Юзу. Я просто слышу, что там есть цитрусовые ноты, которые вот там очень-очень много. Их здесь, и здесь. Но особенность этого аромата, например, в том, что он уж совсем какой-то нестойкий. По сравнению с ароматом кинзо, этот проигрывает ему просто в разы. Он очень яркий на старте, очень зеленый, цитрусовый, немножко горьковатый, но от него не остается и следа очень-очень быстро. Этот же аромат, он совершенно другой. Он, во-первых, более сладкий. Этот именно прямо цитрусовый-цитрусовый. Этот более сладкий, этот более шлейфовый и намного-намного он стойче. Я не знаю, почему так, но вот все три аромата, которые у меня есть из этой линии, они стойкие, несмотря на то, что это все-таки водичка. Ну, хотя это не означает ничего. Вы можете, например, вспомнить Ле Паркинзо, либо же Давидов Кул Уотер. Это очень-очень стойкие ароматы, несмотря на то, что это водянистые ароматы. Аромат очень интересный. Я бы сказала, если бы я разделяла ароматы на сезоны, я бы сказала, что, наверное, это аромат больше весенне-летнего периода из-за обилия цитрусов. Интересный. Для меня он больше, знаете, летний, но именно на вторую половину дня летний, если разделять. Это тот аромат, который вполне может вас сопровождать, например, на какую-нибудь летнюю вечеринку. То есть он настолько интересный. Это не просто вот плоские цитрусы и все. Здесь есть все-таки многогранность в этом аромате. И он абсолютно не такой вот терпковатый-горьковатый, как этот. Я не знаю, как на самом деле должен пахнуть юзу. Я не имею понятия. Но если он пахнет так, как он пахнет здесь, то этот юзу мне нравится гораздо больше. Я считаю, что этот аромат может быть пригоден и для мужчин тоже. Здесь есть какие-то цветочные ноты, но это не цветочки, которые, знаете, сладкие цветы, которые доминируют в женских ароматах. Нет. Это просто, я не знаю, может быть, просто полевые какие-то мелкие цветочки. То есть это все такое нежное и практически незаметное. В основном здесь все-таки какие-то водно-цитрусовые аккорды. Я считаю, что этот аромат, он отлично подходит для тех людей, кто любит свежие ароматы носить круглый год, потому что с этим ароматом не нужно делать 10 миллионов пшиков. Например, если мы берем арден, и сейчас мы просто говорим об арден и о ее чаях, которых великое множество, зеленый чай, например, зеленый чай с фигой, что там еще был с огурцом, с камелией, с чем только там не было. Для того, чтобы добиться вот такой стойкости, как здесь, нужно сделать очень-очень много пшиков. Изначально, наверное, нужно пшиков 10 сделать, и для того, чтобы все это дело поддерживалось в течение дня, чтобы это все было стойко, наверное, нужно... Ну, по крайней мере, я так делаю. Я освежаю довольно часто. Где-то каждые, может быть, 2-3 часа еще делаю дополнительные пшиков 10. А иначе от зеленого чая арден следа вообще не остается. Он слетает просто полностью. Насчет этого аромата я, к счастью, такого сказать не могу. Этот аромат, он действительно стойкий. Он шлейфовый, стойкий, и он отлично подходит, например, если вы где-то работаете в офисе, и у вас там очень-очень-очень серьезно все с дресс-кодом, вы не можете пахнуть Шанель номер 5 15 пшиками, то этот аромат, он достаточно нейтральный, свежий, цитрусовый, и, например, на более теплое время года, мне кажется, он идеально подходит. Опять же, из-за того, что не нужно делать много пшиков, вы не будете себя просто перегружать этим ароматом. И я думаю, что он понравится многим. Он очень-очень интересный. Я его очень люблю, причем я ношу его обычно по весне. Летом я очень часто меняю ароматы, из-за того, что, естественно, ходим в душ чаще. Поэтому как раз большая стойкость аромата, это мне не так и важно. Именно поэтому я люблю его на вот так вот с апреля по июль, по июнь, потом июль-август, уже более легкие ароматы. Ну, в общем, к сожалению, этот аромат сняли. Я не знаю, зачем. Мне кажется, что именно вот эта вот линейка ароматов, а не те, которые были, если вы помните, со временем дня или ночи. И с местом, например, был Бали и была Сицилия. Какой-то еще один был, может быть, два. Ну, я не помню. Я помню, что у меня был Бали, и как-то мне этот Бали... Бали. Мне он не очень понравился. И всю ту линейку я тоже тестила, но мне понравилась эта линейка гораздо-гораздо больше. Я до сих пор кусаю локти, что я не взяла зеленый чай. Этот аромат, я нашла его вместе с еще одним ароматом из той камели. Я его нашла в магазинчике в Финляндии. Распродавались ароматы, были очень-очень большие, огромные скидки. Я взяла всего лишь несколько флаконов. Уже потом, когда оттуда ушла, подумала, наверное, нужно вернуться еще чем-нибудь купить. Потом на следующий день почему-то не поехала, и почему-то и не поехала на следующий день. Где-то поехала дней через пять, а магазинчик уже закрылся. То есть это была продажа перед закрытием. На последнем издыхании был этот магазин, и поэтому они выбрасывали остатки из неснятости, скорее всего, откуда-то из то, что завалялось где-то в их хранилище. В общем, по-моему, я взяла этот аромат за 10 евро, может 15. Не помню, не помню, но не дороже. Ну, может быть, 20, но это максимум. Вот, максимум. Но, скорее всего, нет. Вот. Вот такое вот было видео. И я еще раз повторяю, что этот аромат можно найти. И стоит он недорого. Если вы любите юзу, если вы любите цветочные ароматы, если вы любите фруктовые и цитрусовые, которые здесь очень-очень интересные, классные, то я не знаю, стоит ли вам советовать его к покупке, но уж одно точно могу сказать. Если, например, вам нравятся вот такие вот чаи от Arden, самая дешевая цена, которую я увидела на чаи Arden, это где-то было, по-моему, 12 евро. И если взять вот один такой аромат, вот тестеры я видела где-то по 30-35 евро. Конечно же, это получается, ну, практически в три раза дороже. Но я вам гарантирую, что то, что здесь будет 50 мл и в Arden будет 150 мл, вам их хватит примерно на одно и то же время. Именно по причине того, что Arden нужно чаще брызгать, очень много брызгать для того, чтобы аромат на вас был. Что он очень-очень, он критически мало стойкий. Этот гораздо стойче, этот гораздо интереснее, и мне кажется, если выбор стоит между Arden и им подобным ароматом, то, конечно, лучше купить кинзо. А если вы, например, найдете тестер, я знаю, что тестер стоит еще дешевле, то тогда вообще красота. На этом все. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если у вас есть этот аромат, и если он у вас был, или если у вас были эти, эта серия с чиселками, с номерочками, со временем и с местом от кинзо, напишите мне тоже, мне тоже очень интересно. И на этом все. Хорошего дня, хорошего настроения, хорошего, хорошей теплой погоды, и пока!